Девушки отдыхают Девушки отдыхают Около часа ночи 14 июня 2014 года жители Луганска услышали взрыв большой силы, а вспышка озарила полнеба. Утром стало известно о том, что над луганским аэропортом был сбит транспортный самолет Ил-76 с украинскими десантниками на борту. Девять человек экипажа и 40 десантников на его борту погибли. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это девятая серия фильма про АТО «История войны». Мы пытаемся разобраться в ходе антитеррористической операции на востоке Украины, ее причинах и результатах. Какое отношение ко всему этому имеет Российская Федерация и чем противостояние Украины с Россией грозит Европе? Война – это продолжение политики. И логично, что оружие следует применять лишь в том случае, когда все остальные средства разрешения конфликта исчерпаны. Однако, если злодей в темный подворот не желает отобрать вашу жизнь, нет иного способа выжить, кроме как дать ему достойный отпор. Убивает не оружие, а люди. Но даже матерый разбойник перед нападением засомневается и хорошо подумает, если вы вооружены. Зная, что получит адекватный отпор, не будучи на 100% уверенным в успехе, ни уличный преступник, ни государство-агрессор не вступит в бой. И потому само наличие войск на позициях уже важно. Всю весну 2014 года российские регулярные войска, готовые нанести удар, маневрировали в опасной близости от государственной границы. Этот факт вынуждал украинское командование к распылению сил по нескольким направлениям. Помимо решения задач в самой зоне АТО, армия спешно усиливала всю границу с Российской Федерацией и Приднестровьем. Следует помнить, что в этой непризнанной республике до сих пор дислоцирован российский военный контингент, который ранее назывался 14-й армией. Украинская армия находилась в процессе мобилизации и восстановления. Нехватка сил и средств была катастрофической. Перед лицом гибридной вооруженной интервенции весной 2014 года у государства Украина было всего два варианта – капитулировать и в итоге умереть, растворившись в новой версии Советского Союза, или сражаться за выживание. Как уже говорилось ранее, без контроля над границей любая борьба с пророссийскими террористами на востоке Украины – это бесполезная трата людей и ресурсов. Обладая значительно большими запасами вооружений, Россия без проблем восполняла потери боевиков в людях и технике. Вопрос контроля границы был ключевым. Еще в конце мая 2014 года в окрестностях Луганска начали концентрироваться подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Стратегический план предусматривал восстановление контроля над государственной границей. Одним из способов решения этой задачи было накопление войск в аэропорту Луганска и затем удар навстречу тем подразделениям Вооруженных сил Украины, которые двигались вдоль границы с юга. Но чтобы расчистить и, главное, удерживать сухопутный коридор к аэропорту, банально не хватало сил. Именно поэтому и было принято решение использовать для пополнения гарнизона Луганского аэропорта транспортную авиацию. И пока армия занималась окружением Луганска и готовила операцию по освобождению Лисичанска, вопросами доставки людей, боеприпасов и техники занимались авиаторы. Было совершено 27 успешных полетов. В ночь на 14 июня три самолета Ил-76, имея на борту по три боевых машины десанта, боекомплект, продовольствие и 40 солдат, отправились в очередной рейс. Первая машина совершила успешную посадку, несмотря на то, что к тому моменту аэропорт уже был обесточен, и навигационное оборудование не работало. На посадочную глиссаду зашел второй борт. Здесь следует отвлечься и упомянуть один важный момент. Гибридная война стирает границы между военными и гражданскими, политикой и экономикой, смешивая все воедино, нарушая все правила и устои. В реальной боевой ситуации, как, например, в том же Афганистане, перед приемом самолетов район захода на посадку следовало бы зачистить. Хорошенько обработать реактивными системами залпового огня лесопосадки и другие места, где теоретически мог скрываться враг. А затем подчистить территорию вертолетами. Это стандартный протокол безопасности, прописанный в уставе. Однако территория Луганской и Донецкой областей густо заселена, и ни о какой расчистке пути градами не могло быть и речи. В отличие от армии Российской Федерации, которая буквально сравнялась с землей город Грозный в 1995 году, украинская армия всегда стремилась минимизировать потери мирных жителей. Это обычно приводит к увеличению рисков для солдат. В 0 часов 50 минут в двигатель второго самолета попала ракета, выпущенная из переносного зенитно-ракетного комплекса. Ил-76 – большой и крепкий самолет, и в том же Афганистане подобные машины совершали успешную посадку даже с более серьезными повреждениями. Но используя скорострельную зенитную пушку Зу-23, террористы добились от лет, буквально распилив его в воздухе. В 0.51 по киевскому времени самолет взорвался в воздухе. Его обломки упали в двух километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Луганска. Третий самолет тут же получил приказ о возвращении на базу. Утром к месту крушения выдвинулась группа десантников из числа защитников аэропорта. Они забрали тела погибших и уничтожили остатки груза, чтобы он не достался противнику. Несколько позже на место прибыли и боевики, но ни тел, ни трофеев они не обнаружили. Впоследствии, комментируя происходящее, лидер террористов Болотов заявлял о перестрелке между десантниками, в ходе которой якобы были убиты солдаты, желавшие перейти на сторону боевиков. Дескать, самолет направлялся в аэропорт для эвакуации тел десантников, погибших в этой перестрелке. Однако версия была настолько неправдоподобной, что ее даже не взялись раскручивать российские СМИ. В скором времени командование вооруженных сил Украины при содействии Международного Красного Креста удалось договориться о вывозе тел погибших. В обмен террористы получили возможность забрать тела своих бойцов. На следующий день в Киеве возле посольства Российской Федерации произошли массовые волнения. Люди, недовольные аннексией Крыма и открытой поддержкой России террористов на Донбассе, забросали здание посольства бутылками с краской и тухлыми яйцами. Кто-то даже пытался пробраться на территорию посольства и сорвать российский флаг. Вторжение на территорию посольства приравнивается к нарушению государственной границы и могло быть легко использовано руководством России в качестве предлога для введения войск, о которых так просили террористы на Донбассе. Но Андрей Дещица, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины, вовремя прибыл на место и нашел нужные слова, чтобы успокоить негодующую толпу. А в зоне АТО продолжались бои. На протяжении дня, 14 июня, силами антитеррористической операции было освобождено 10 небольших населенных пунктов. Удалось взять под контроль 248 километров государственной границы. В тот же день в Мариуполе боевики обстреляли колонну Госпогранслужбы Украины. Пять украинских пограничников погибли, еще семеро военнослужащих получили ранения. 15 июня украинские военные освободили город Счастье. В боях особо отличился 24-й батальон территориальной обороны «Айдар». Российский журналист Игорь Корнелюк незамедлительно обвинил бойцов батальона во всех смертных грехах, приписывая им различные военные преступления. Этому вниманию есть причина. Подразделение, комплектуемое на добровольческой основе, имело высокую мотивацию и действовало крайне дерзко и эффективно. Российские пропагандисты работали прямо из боевых порядков боевиков, часто находясь на территории страны нелегально. В отличие от их украинских коллег, они выдавали репортажи прямо из гуще событий. Настоящие взрывы, настоящая кровь, живые комментарии участников сражений – все это позволяет создать эффект присутствия и привлечь зрителя, давимую откорректированную версию событий. Однако близость к передовой имеет и некоторые минусы. 17 июня развернулись серьезные бои за поселок Металист в пригороде Луганска. Украинская армия начала планомерное окружение города, стремясь вынудить боевиков его покинуть. Во время съемки очередного репортажа на блокпосте террористов, журналист российского канала «Вести» Корнелюк попал под минометный обстрел и погиб. Его звукооператор Волошин получил ранение. Примечательно, что в последнем репортаже российского пропагандиста на видео совершенно отчетливо видна техника без украинских опознавательных знаков в виде белой полосы. Это не трофеи, это подарки из России. Касательно техники следует отметить один важный факт. Позже боевики утверждали, что именно эти машины, плавающие транспортеры ПТС-2, они якобы просто нашли в одном из ангаров Луганска. Ни одну, ни две, а 34 штуки в рабочем состоянии. Так не бывает. Вероятно, эта плавучая техника была привезена из Крыма. Так или иначе, бои продолжались. Позиционные в районе Славянска и Краматорска, маневренные в Луганской области, цифровые в области информации и пропаганды. Неся потери от действий украинской авиации, террористы запрашивали помощи в плане противовоздушной обороны у России. В сложной ситуации оказалась часть противовоздушной обороны Украины, расположенная возле Донецкого аэропорта, известную впоследствии как позиция «Зенит». 156-й Донецкий зенитно-ракетный полк был одним из тех немногочисленных подразделений, которое, несмотря на свое географическое положение, так и не перешло под контроль боевиков. На вооружении полка находились комплексы ПВО «Бук», способные сбивать любые самолеты и вертолеты на высоте до 25 километров. Дальность стрельбы старых образцов составляет 30 километров. И, несмотря на то, что еще в марте вся боеспособная техника полка была по тревоге выведена на административную границу с Крымом, интереса для боевиков часть не утратила. Ведь, получив хотя бы один, даже неисправный комплекс в свое распоряжение, по уже отработанной технологии боевики смогли бы получить такие же из России, и вопрос противовоздушной обороны был бы решен. Но не без проблем. Поначалу ведя переговоры с боевиками, затем и стреляя в воздух, зенитчики остались верны присяге и не сдали ни позиций, ни технику. 18 июня вооруженные силы Украины потеряли танк Т-64 в станице Луганской. Попав в окружение боевиков, машина была выведена из строя. Чтобы не сдаваться противнику, экипаж подорвал себя внутри машины гранатой. В тот же день в Донецке впервые были зафиксированы два российских танка Т-72. Основа танкового парка Украины – Т-64. Эти машины можно легко визуально различать между собой. У последних опорные катки маленькие, а у Т-72 и его модификаций большие. 19 июня шли жестокие бои в районе Красного Лимана и Ямполя. Красный Лиман был освобожден еще 3 июня, и для группировки террористов в Славянске возникла реальная опасность остаться без снабжения. Боевики, количество которых было около тысячи человек, зависели от подставок оружия и боеприпасов из России. Важным элементом этой дороги жизни были мосты через Северский Донец, а все дороги, ведущие к этим мостам, сходились в районе города Ямполя. Важность этого участка была понятна как лидеру боевиков Гиркину, так и украинскому командованию. Террористы сконцентрировали в этой зоне самых опытных и подготовленных бойцов. С украинской стороны также были предприняты все возможные меры. Для успеха операции в поддержку штурмующим десантникам была выделена артиллерийская поддержка и танк. Однако, несмотря на большое количество задействованных сил и техники, бой выдался очень сложным, так как все сражение происходило фактически на лесной дороге. Не имея возможности наступать широким фронтом, украинские военные потеряли убитыми 16 человек. А из спины одного раненого солдата хирурги извлекли четыре пули калибром 9 мм от специального снайперского патрона СП-5. Такой патрон применяется только в специальной винтовке ВСС «Винторез». Эта винтовка стоит на вооружении спецподразделений России и не поступает в свободную продажу. Ценой жизни многих людей Ямполь был освобожден. Снабжение террористов в Славянске ухудшилось. Однако стало очевидно, что боевые действия в условиях плотной городской застройки – это самый худший вариант развития событий. Несложно сокрушить засевших в городах террористов, имея на вооружении ствольную и реактивную артиллерию. Опыт подобных действий уже был в мировой истории, причем совсем недавно – грозный 1995 год. Тогда российская армия смогла взять штурмом большой город, несмотря на самоотверженные усилия его защитников, но ценой жизни тысяч мирных жителей и путем тотального разрушения застройки. В отличие от армии Российской Федерации в Чечне, армия Украины находилась на своей территории. Каждый разрушенный дом – это дом, который потом надо будет восстанавливать. Каждый пострадавший мирный житель – это пострадавший гражданин Украины. Лишние разрушения не добавляют популярности ни армии, ни правительству, ни Украине в целом. С другой стороны, российское руководство только и ждало ковровых бомбардировок как повода для введения так называемых миротворческих сил для принуждения к миру и дальнейшей оккупации. В отличие от пришлых террористов, украинские силовики действительно стремились навести порядок и восстановить законность, при этом не разбомбив пыль города и села. Именно поэтому, чтобы показать свои намерения обманутому пропагандой населению, 20 июня 2014 года президент Порошенко объявил первое одностороннее прекращение огня. Редактор субтитров А.Семкин